МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект бюджета на 2022 год составлялся в непростых условиях, пояснила начальник управления финансов Гагаузи Татьяна Дойчева. Планировалось, что он будет социально ориентированным. Получилось свернуть бюджет в таком размере, который был представлен, это 1,1 млрд, большая часть – это трансферты из государственного бюджета. Что касается собственных доходов, мы очень скрупулезно подошли к планированию по собственным доходам. Участники публичных слушаний заявили, что предложенный вариант бюджета на 2022 год требует корректировок. Ассоциация примаров Гагаузи не согласна с некоторыми статьями проекта закона о бюджете на 2022 год. Мы свою позицию озвучивали еще при утверждении бюджета на 2021 год. Наша позиция не изменилась. Заключается она в том, что мы выступаем за децентрализацию финансов, а именно восстановление тех программ, которые были приняты, на наш взгляд, очень хорошие программы по освещенному силу, по финансированию депо, возвращению финансирования здорового поколения. Мы настаиваем на том, чтобы фонд социальной поддержки населения был распределен между примариями, для того, чтобы в этот кризисный год мы могли более эффективно помогать нашим сельчанам, нашим гражданам. Меня, например, как примара, тоже очень возмущают некоторые цифры, которые недополучают наши примарии. Ну, это и освещение, это и социальная поддержка, фонд социальной поддержки населения. Он везде в республике получает примария. У нас в Гагузии это почему-то какое-то такое непонятное колено, через что проходят эти деньги, и очень все бюрократизировано. Вот я, например, считаю, что это неправильно. Поэтому мы, ассоциация примаров, приготовили свои видения, свои просьбы, дополнения, которые были сегодня озвучены. И считаем, что если народное собрание нас услышит и поддержит, то это будет очень даже хорошо. Заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии Олеся Танасогла отметила, что бюджет – это живой организм, который способен изменяться и модифицироваться. Бюджет этого года разрабатывался в каких условиях, все знаете. Это инфляция, которая была в республике, сегодня и в республике. Это энергетический кризис. И, к сожалению, несмотря на обращение властей Гагаузии к центральным властям, чтобы включить в бюджет расходы на энергоносители, до сих пор энергоносители в бюджеты нашего учреждения не включены. Это и COVID-19. Мы в 2021 году, в декабре, в ноябре месяцы пытались спланировать, как COVID-19 сможет повлиять на бюджеты 2022 года в наших учреждениях. Депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский убежден, что проект закона, представленный исполнительным комитетом, децентрализован. Механизм приоритетности расходов в законе, по мнению законодателя, необходимо детализировать, потому что некоторые статьи профинансированы практически на 100%, а некоторые – на половину от плановых показателей. Чем будет детальнее расписан механизм финансирования, тем меньше субъективизма будет у администраторов бюджета, в данном случае исполнительного комитета, по приоритетности их расходования. Бюджет должен был быть принят в декабре 2021 года. По словам народных избранников, эта процедура затянулась ввиду того, что проект, предложенный исполкомом Гагаузии, требует доработок. В прошлом году закон о бюджете 2021 был принят в июле. У нас в гостях Татьяна Михайловна Дойчева, начальник управления финансов Гагаузии. У нас в гостях заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии, Олеся Федоровна Танцоглая. Я вас приветствую. Добрый день. У нас в гостях примар муниципиа Чедер-Лунга Анатолий Афанасьевич Топал. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна Михайловна, первый вопрос к вам. Цифра бюджета ясна – 1 миллиард 110 тысяч. В основном, вы, как говорили, большая часть – национальные трансферты. На что ориентирован нынешний бюджет, который разрабатывался, был опубликован 17 декабря в 2021 году в «Экспресс-каноне». Там в основном приоритет. На какие направления – социальные, инфраструктурные? На что он ориентирован? Спасибо за вопрос. Действительно, бюджет 22-й год. Проект бюджета социально ориентирован, как и в предыдущие годы. Особое внимание отдельное ввиду непростой обстановки, которая сейчас есть и какие вызовы времени настоящего есть. Мы постарались максимально обозначить в проекте бюджета социальной программы, чтобы каждый житель автономии почувствовал, что государство где-то рядом. Поэтому большая часть ориентирована как раз на социальные расходы, большая часть бюджета. Не забыта, конечно, и экономическая сфера, развиваться нам надо. Надо генерировать доходы, чтобы потом иметь возможность это все направлять на какие-то еще дополнительные программы. Но большей частью, конечно, он социально ориентирован. Интересует тот факт, что в прошлом году была принята формула временного бюджета на 12-е, то есть среднемесячные расходы за 2020 год, ввиду того, что народные избранники долго обсуждали проекты бюджетов, которые представлял исполком с дефицитом, без дефицита, и он в июле был принят. В этом году не затянется ли этот процесс принятия решения, и чем он чреват, если средства в бюджете должны быть уже заложены и приняты в декабре предыдущего года? Да. Процедура, определенная законодательством, предусматривает, что до 10 декабря бюджет на следующий год должен представительным и правомощным органам быть утвержден. Уже второй год подряд, к сожалению, эта процедура немножко во времени затягивается. В прошлом году действительно бюджет был утвержден с опозданием. Это было 7 мая. В этом году мы ожидаем, что все-таки процесс чуть-чуть ускорится, потому что мы уже второй год подряд начинаем год с временного бюджета. Хорошо, что законом такая процедура предусмотрена, если вдруг не утвержден, поэтому мы снова работаем по временному бюджету. И очень рассчитываем, что народное собрание побыстрее сможет это все обсудить и утвердить, чтобы мы были с утвержденным бюджетом уже работали. Олеся Федоровна, в каком режиме работает исполнительный комитет, учитывая фонд контрибуции, фонд социальной поддержки, как говорят, ассоциация примаров, у нас вообще есть, имеется, и сколько фондов, где должны быть заложены средства, на те или иные направления есть в Гагаузии на сегодняшний день? В проекте бюджета 2022 года заложены все фонды, которые работали в Гагаузии, направлены на социальную поддержку людей. Причем хочу обратить внимание, что фонды или программы социальные, которые у нас есть в Гагаузии, их можно подразделить на две категории, условно на две категории. Это первая категория, это те фонды, которые сразу сегодня помогают людям выживать в тех условиях, в которых мы находимся. Это такая программа, как выплаты в холодный период. То есть люди могут получать и частично что-то компенсировать из тех расходов, которые у них возникли. Но есть часть фондов, социальных фондах или социальных программ, которые будут на завтрашний день. Мы сохранили в этом бюджете, предлагаем сохранить в этом бюджете программу по поддержке новорожденных. То есть каждая семья, у которой появится ребеночек в 2022 году, они должны быть уверены, что регион поможет им в воспитании этого ребенка, в том, чтобы в будущем этот ребенок вошел во взрослую жизнь в автономии, чтобы он вырос полноценным, чтобы он не был ни в чем ущемлен. И такие программы более долгоиграющие, они тоже заложены. Мы также в бюджете 2022 года предложили сохранить ИЛКЕФ, программу, по которой наши жители нашего региона могут получать дополнительные привилегии в оформлении и покупке жилья. То есть, как мы раньше и говорили, 50% от Республики Молдова по программам «Примакаса» и 25% от ГГУЗИ. Программа пользуется популярностью. Мы видим, наши молодые семьи, которые входят в эти программы, они оседают тут. И понятно, кто оформляет недвижимость, покупает, он никогда уже отсюда не уедет, поскольку у него тут есть недвижимость. То есть, мы решаем проблему на будущее, на будущие годы, чтобы уменьшить отток населения, который у нас сегодня есть. То есть, социальный спектр программ, которые есть в бюджете 2022 года, еще раз подчеркну, сделан так, чтобы поддержать и сейчас те категории, которые нуждаются, но сделать так, чтобы и в будущем была какая-то гарантия на будущие годы, что у нас население будет, что у нас детки будет, что наши детские сады будут полные, школы будут полные. Поэтому бюджет однозначно социально сориентированным. Из миллиарда 110 миллионов порядка 800 миллионов идет на содержание социальной сферы. Это образование, спорт, культура. Нашим жителям нужно не только, скажем так, питание и тепло. Нужно еще и образование, и нужно еще дополнительное образование, внешкольное образование. Каждая семья, когда принимает решение остаться здесь или уехать, она взвешивает два фактора. Это заработную плату и условия для своих детей. Относительно фонда контрибуции, на сегодняшний день исполнительный комитет выделил всем органам местного публичного управления контрибуции, которые надо было выделить в 2021 году. То есть рассчитались долгами по контрибуциям? Практически по всем рассчитались. Но хочу сказать, что в 2022 году также фонд контрибуции заложен. Мы будем всегда закладывать этот фонд, предлагать порядка 20 миллионов, если не ошибаюсь. На 2022 год сумма предложена в размере 20 миллионов. В прошлом году она была 18. То есть это приоритет, который мы всегда будем и закладывать, и доказывать, что он нужен. Потому что каждый лей заложенный в фонд контрибуции приносит как минимум 5 лей сверху из других источников, от наших партнеров-доноров, от донорских проектов, от иностранных государств, которые нас поддерживают. Поэтому это каждый лей, который влечет за собой как минимум 4-5 леев дополнительно. То есть мы можем предполагать, что если мы заложили в этом году 20 миллионов, значит, как минимум эти 20 миллионов сработают так, путем подачи всеми нашими секторами проектов и выигрывания этих проектов, что мы в результате выигрывания будем осваивать 80-100 миллионов у нас в Гагаузии, которые придут из разных источников. Все эти миллионы, которые придут, они будут оседать тут у нас. 20 наши и те, которые привлечены дополнительно. Поэтому этот фонд, он всегда будет приоритетным. И он всегда, он доказал свою целесообразность, рентабельность, можно так сказать. Поэтому этот фонд заложен и в этом году, и сегодня уже, насколько мне память не изменяет, уже есть порядка 15 заявок на получение средств из этого фонда. Это заявки тех примарий, тех учреждений, которые выиграли проекты, уже подписали соглашение о его внедрении, и, соответственно, у них в проекте заложен какой-то процент контрибуции. Это где 10%, где 15%, в зависимости от того, где какой фонд, на каких условиях работает. Есть и условия, где контрибуция доходит до 50%. У нас было в прошлом году по проекту с UNDP по оснащению наших школ компьютерами. Да, контрибуция с нашей стороны вроде бы большая, но 50% наших средств, это было порядка полутора миллионов, около миллиона, они привлекли еще столько же от UNDP. Мы и каждая школа смогла получить оргтехнику. Это иногда сложно, но это всегда выгодно и всегда рентабельно для нашего региона. Поэтому фонд контрибуции однозначно был, есть, и по возможности мы всегда его будем увеличивать, чтобы эти средства привлекали дополнительные грандовые возможности. Анатолий Афанасьевич, примария муниципе Чедер-Лунга, когда представила исполнительному комитету свои предложения по проекту бюджета на 2022 год? Вы чем дополнили свой бюджет? Ну, немножко неправильно вы высказались, не представила. Мы с Главным управлением финансов согласовываем контрольные цифры. Это касается спецтрансфертов. Мы четко должны говорить, вот у нас миллиард 100 миллионов, вроде бы это много. Но если мы убираем спецтрансферты, это те средства, которые получаем с Кишинева на содержании, детских садов, школ, других учреждений, которые финансируются с бюджета Молдовы, то остается 287 миллионов. Вот про эти суммы мы должны говорить. Это наши собственные налоги, которые остаются в бюджете ГГУ. Вы немножко не поняли мой вопрос. Я сейчас отвечу. Я говорю, в октябре месяце, когда вы начали разрабатывать свои предложения. То, что касается сроков, есть у нас методичка. Мы все сделали, исходя из требований. В прошлом году немного строки были сдвинуты, не по нашей вине, потому что Минфин немножко позже дал методички, те контрольные цифры, которые до нас доводились. Мы все сделали вовремя. Бюджет был принят в нашем муниципе вовремя. Соответственно, мы вступили в 2022 год с нашим бюджетом, потому что бюджеты премарий, они автономные. Они принимаются независимо приняты, не приняты бюджет страны или бюджет ГГУ. Поэтому у нас по бюджету, по принятию и непосредственно мы работаем по утвержденному бюджету. Нашему муниципальному совету. О какой децентрализации высказывалась ассоциация премарий? Вы были на публичных обсуждениях. Децентрализации финансов, то есть они предлагают восстановление социальных программ. И в чем заключается процесс децентрализации этих публичных средств? Я буду говорить не о ассоциации премаров, потому что я заявлял, что я приостановил свое членство в ассоциации премаров. Но я сказал, что я буду говорить про те проблемы, которые волнуют не только премару, которые входят в ассоциацию премару, но уверен, что большинство премаров. Но ваше премарий нуждается в децентрализации финансов? Конечно, мы должны говорить, четко определять, сегодня очень много мы говорили про децентрализацию Кишинев-Гагаузии. Да, Кишинев частично пошел на децентрализацию, сегодня большинство налогов остается в бюджете Гагаузии. Конечно, очень жаль, что мы потеряли таможню гагаузскую, которая была здесь, находилась, потому что все-таки львиная доля бюджета страны составляет таможенный сбор. Здесь мы ничего не получаем, но остальные, то, что касается НДС, подохон налога, там с физических лиц, юридических лиц, большинство остается в бюджете Гагаузии, и мы, примары, хотели бы, чтобы, соответственно, каждая централизация касалась с Гагаузии на примарии. Сегодня ведь очень много принято фондов, программ. Последние 4 года, я скажу так, что примары частенько становились заложниками взаимоотношений между Исполкомом и Народным Собранием. Ну, капитальные вложения это показали в прошлом году тоже. Сейчас я скажу, что дело не в законе. Исполком приняло одну программу, в ответ Народное Собрание приняло какой-то закон. То есть шло соревнование, положение, фонд. В итоге деньги были, мы, кстати, да примары говорили, и Народному Собранию исполкома придет время, когда денег не будет. И мы пришли к тому, что мы попринимали очень много законов хороших, в том числе освещенный пункт, капвложение, тут же программы по поддержке бесплатной детской сады, питание в школах, но в итоге бюджет начал задыхаться. Мы это все понимаем, мы видим плюс ковид, плюс все эти взаимоотношения между... Я сейчас не хочу оправдывать одну из сторон. А есть вообще программа стратегического планирования в ГАГУЗИ? Есть случай форс-мажорной ситуации, чтобы... Вот органы, можно я расскажу? Сегодня назрел жесткий вопрос реформирования законодательства. Но я еще не закончил. Сегодня нужны реформы, нужны реформы, в том числе у нас есть закон о местной публичности финансов ГАГУЗИ. Данный закон был принят более 20 лет назад, там нужно реформировать, нужны реформы. Если мы не проведем реформы... Вы предлагали какие-то реформы? Эти реформы должны выходить не... Как представители МПУ. Сегодня должна быть совместная группа, народное собрание, исполком, примары, общественники собраться. Мы пришли, если мы не будем это сейчас сегодня делать, то у нас будут каждый год проблемы с бюджетом. Мы будем просить деньги на это, на это, на это, на футбол, на стадионы. Но если будет четко в законе указано, что децентрализация, такие-то налоги остаются в примариях, то, пожалуйста, мы вам дали финансы. Дальше вы планируете, как помочь людям, куда направить средства, как осветить населенный пункт, что построить. Сегодня примарии фактически работают в тех бюджетах, которые есть. То есть запланировали раз, два, три, четыре, в итоге на само развитие денег нет. Да, спасибо Кишиневу в этом году пошел на встречу, дорожный фонд 100% оставил примариям, и все примарии имеют возможность ремонтировать местные дороги. Хотя это, конечно, процент маленький, исходя из наших требований, которые от населения есть. Но есть и другие направления, какие-то объекты социальные, те же детские сады, те же школы, они ведь сегодня фактически объекты-то должны ремонтировать за счет средств местного бюджета. Но все-таки в этом году вы что-то новое предлагали для реализации в Чадерлунге, что заложить бюджет 2022 года? Предлагать кому? Вообще, исполнительной власти ГГУ из них. Я свои предложения озвучил на публическом журнале. Мы можем их узнать тоже? Я могу повторить, сколько коротко скажу. Сегодня нужно вносить изменения закона местного публичного управления, где четко прописать, какой процент вот этой суммы 287 миллионов. Мы ведь говорим про 287 миллионов. Других денег у нас нет. Да, мы должны думать, как пополнять. Сегодня система должна работать так. Есть исполком, который работает с региональными объектами, финансирует. Есть доноры, партнеры по развитию, с которыми работает исполком. Депутаты принимают законы, чтобы деньги приходили в ГГУ. А примары, которые сталкиваются со всеми проблемами на местах, должны эти проблемы разрешать. Сегодня не должен начальник управления здравоохранения, глава района, распределять деньги той женщине, которой нужно тысячу лей на какую-то операцию на помощь. А может эта женщина получила уже с примарей эту помощь? А может быть она получила? Допустим, мы себя четко отслеживаем. Все-таки хочется всем помочь. По чуть-чуть. А когда человек не понимает, то он обращается, допустим, на прямую администрацию. А может быть мы этого человека уже оказали помощь с местного бюджета. Хотя помощь никогда не бывает лишней. То есть должно быть четкое определение, чем занимается примарей, чем занимается район, чем занимается исполком, чем занимается. А у нас в последние 4 года мы только все распредали деньги. Получается деконцентрация бывает. Да, а денег нет. И мы пришли к тому, что бюджет социально ориентированный. И мы не можем уже говорить, а мы хотим, чтобы бюджет был... Да, социально ориентированный это хорошо, но мы хотим, чтобы был бюджет развития. Чтобы мы могли немножко двигаться вперед. Вот здесь надо находить общие усилия. Это, получается, урбанистические какие-то там направления должны быть? Почему? Это не урбанистическое. Мы же не только про дороги говорим. Сегодня, да, регион ремонтирует больницы. Это региональные, да. Ремонтируют региональные дороги, допустим, вот дорога на Джалтай. Но местные-то в тех ресурсах, которые у нас есть, мы никогда не выйдем с этой ситуацией. Олеся Федоровна, Гагаузия включена в программу Дром Ульбуни 1, 2, вот республиканские именно. Нас включили в этом году в республиканскую программу? Абсолютно во всех фондах республиканских участвуем. Абсолютно все фонды имеют в своих выступлениях заявки с Гагаузии. Если говорить о стратегических наших задачах, и наших региональных властей, Башкан, Гаузии, полкома Гаузии, надеемся, и Народного собрания тоже, не могу за них говорить, то нашими стратегическими задачами является сегодня получать как можно больше средств с республиканского бюджета, участвовать во всех возможных донорских программах, которые есть в Республике Молдова, и здесь у себя внутри как можно больше зарабатывать. Вот наши стратегические задачи. Мы к этим задачам стремимся из года в год. И из года в год, вы видите, у нас все больше появляются возможностей. У нас уже слово «донор» стало для нас привычным, хотя в 2015 году мы имели всего лишь 2-3 мелких проекта, которые существовали, и никто даже не знал, как работать с донором. Сегодня не только исполком работает с донором, все работают с донором, но сегодня мы стремились к тому, чтобы каждая структура, а у нас в Гагаузии только бюджетных структур порядка 340, чтобы каждая структура умела писать проект, подавать и самостоятельно добиваться каких-то средств помимо бюджета. Поэтому мы понимаем, что сегодня бюджетный процесс, он не только сегодня, он всегда будет недостаточным. Всегда мы будем хотеть больше, чем мы имеем. Наши родители хотели одного, мы сегодня имеем то, что хотели наши родители, но мы хотим больше, наши дети будут хотеть еще больше. И это постоянный процесс, мы будем хотеть больше. Но сегодня наша задача работать со всеми донорами, и чтобы все наши учреждения работали с донорами, не только мы, и выигрывали. привлекать все республиканские фонды и у себя зарабатывать больше. Для этого развивать собственных инвесторов, гагаузских, чтобы они вкладывали свои средства в развитие своих производств, в расширение своих производств, и привлекать иностранных инвесторов для того, чтобы были рабочие места. Вот наши стратегические задачи, к которым мы стремимся. При достижении этих задач мы будем потихонечку решать вопрос миграции нашего населения. Когда это все будет работать, у нас будет больше рабочих мест, у нас останется миграция, наши люди останутся у нас на местах. Вот что самое главное. В любом государстве, в любом регионе, самое главное — это люди и условия для этих людей. И сегодня, какая бы ни была программа, если она быстро и справедливо не доходит до человека, значит, эта программа не должна существовать. Любая программа, как бы она ни называлась, социальная или коммуническая программа. Очень много говорят про фонд социальной поддержки населения. Но если мы копнем в корень этой проблемы... Он вообще есть в республике, потому что видели, как Олег Федорович высказывался, что этот фонд есть в республике, он везде работает. И эффективно он вообще есть, и как он работает. Чтобы мы с вами не политизировали эту тему, и чтобы не, скажем так, в политическую ее не превращали, я чуть-чуть вернусь к реальности и к истории. Фонд социальной поддержки был в республике Молдовы до 2017 года. Гагаузия участвовала? Гагаузия также, как и все остальные районы Молдовы, получала оттуда определенное количество средств. Эти средства распределяли согласно положению, которое было утверждено на республиканском уровне. Если не ошибаюсь, в 2017 или в 2018 году, в бюджетном году, республика ликвидировала этот фонд. И, скажем так, мы остались в регионе без средств для поддержки нашим людям, когда они оказались в сложной ситуации. Тогда, чтобы люди не оставались один на один с своими проблемами, Гагаузия вышла с предложением. Республика мне не дает, мы не можем оставить своих людей, мы создадим свой фонд. И мы его учредили в размере 5 миллионов. Каким образом этот фонд распределялся и распределяется? Да, он запланирован исполкомом, да, постановление на основании, которое он распределяется, это тоже утверждено исполкомом, но кто распределяет? Кто входит в комиссию по распределению? Не исполком. Сегодня в комиссии, сегодня в эту комиссию по распределению средств есть три комиссии на трех районных уровнях. В эту комиссию входит в первую очередь социальный ассистент, который знает из этого села. А насколько прозрачно они работают? Интересует вот это. Как люди сами вовлечены в работу этих фондов? Принятие решения вовлечен. Социальный ассистент, который знает историю и имеет у себя в пользовании ряд программ, по которым видно, этот бенефициар, этот заявитель, этот житель нашей автономии, до этого с какой программой получил средства. Может, получил с пяти, а этот еще ниоткуда не получил. Видит справедливую картину и представляет свой отчет. В этой комиссии принимает участие неправительственный сектор, неправительственные организации, которые тоже с правым голосом. Принимает участие правозащитные организации, принимают участие врачи. Что самое главное, когда этот фонд существовал республиканский, не было предусмотрено, чтобы врачи принимали участие в принятии решения. Но ведь врач сегодня может сказать, не дай бог никому, но онко, оно для нас всех страшно. Но есть онко, которое требует большего внимания в определенных органах, есть, которое требует меньшего внимания и меньше денежных вложений. Поэтому врач тоже присутствует. Сегодня эта комиссия принимает решение по этому бенефициару, заявителю, в каком размере ему выделить из тех имеющихся. Их всегда будет недостаточно, я подчеркиваю это. И затем это решение направляется только всего лишь на технические процедуры в управлении здравоохранения для осуществления выплаты по принятым решениям комиссии. Вот что такое сегодня фонд социальной поддержки. Если позвольте, я базиску примаров выскажу. В 2018 году этот фонд был таким образом спланирован в размере 5 миллионов. Он так и работал. Ближе к концу 2018 года... Он был полностью реализован, получается, эти 5 миллионов реализовались. Да, они реализовались каждый год, они реализуются, направляются на помощь нашим людям. В последующий год республика Молдова учредила агентство по соцпомощи. Агентство по социальным услугам. Такая новая была правительственная структура в Кишиневе, через которую было определено, что развиваются три программы. Финансируются три программы новые. Персональный ассистент для помощи детей в ситуации Ринска и помощь семьям. Вот три программы, которые шли. Первый год мы с этой программы, с этого агентства получили около миллиона. Затем мы работали дальше, с ними постоянно доказывали, аргументировали. В прошлом году мы получили 5 миллионов. Соответственно, фонд наш, Гагаузский, который тоже был 5 миллионов, мы его уменьшили до 3, потому что мы с республики добились 5. В общем, мы имели 8 миллионов. То же самое и в этом году. Мы имеем заложенные средства у нас в бюджете 3 миллиона, но 5 миллионов 800 тысяч мы в этом году получим с республики на поддержку наших жителей. Интересует тот факт, Татьяна Михайловна. Может, вы владеете информацией, Гагаузия вот 5 миллионов получает, а другие районы Молдовы, большие, Яловены, Нискорены, они приблизительно, вы же имели цифру табель? Они получают меньше. Намного меньше? Ну, где как работает администрация, где как обосновывает. Например, по персональным ассистентам мы всегда доказаны, что у нас потребность большая. Но мы автономия. Мы, получается, унитарная единица, и сколько у нас трансферты из национального бюджета в процентном соотношении составляют, и они соответствуют закону? При распределении денег вопрос не идет в статусе район или автономии. Почему? А идет в количестве людей, которые нуждаются, и в обоснованности. Это социальная политика. То есть сегодня считается количество людей нуждающихся... Налоги вообще? Автономия как перечисляет налоги вообще? Центральный бюджет? Все налоги остаются в Гагазии. Все. Практически все. Кроме таможенных сборов. Да, вы хотели дополнить. Да, в чем позиция Примас Корпуса? Мы считаем, что сегодня эта система работает немножко сложно для населения. Вот эти комиссии. Сегодня, по примеру, у нас тоже есть фонд поддержки населения. Резервный фонд у нас. Мы уходим от этих всех моментов. Веди к врачу, принеси специальную справку. Все-таки мы выезжаем оперативно на место. То есть понимаем, что у человека действительно ситуация сложная. Да, если это касается состояния здоровья. Но если человек приносит справку от врача, что он на учете стоит в онкоинституте, допустим, здесь абсолютно не нужно какого-то дополнительного бюрократии. Потому что иногда человек говорит, я лучше не пойду туда, потому что там начнут меня спрашивать, это есть, это есть. Хотя, к сожалению, к счастью, от этого уже начинают уходить. Есть у тебя там земельный надел, там какой-то. У нас она работает более проще. То есть человек написал заявление. Мы, даже он не знает, мы изучили его ситуацию реально. С кем? С советом или примарский конкурс? Советник, специалист. У нас есть специалист. Надо выехали, пообщались с соседями. И мы буквально выносим решение оперативно. И у нас на каждом заседании совета раз в месяц у нас порядка до 100 человек получают материальную помощь. Это средств бюджета. Сегодня это на уровне района, когда комиссии заседают. Оно немного, я считаю, очень много бюрократии. Почему мы говорим, что если это через примарий, то просто это будет проще. И меньше будет у людей проблем с этими хождениями. Справку. Так человек обращается к нам. Мы направляем письмо в район администрации. Он нам пишет обратно, что он получил наше заявление. Потом через месяц он отправляет письмо, что такой-то день комиссия берется, мы делегируем за примара. Человеку отправляет письмо. Вы должны собрать такие-то, целый список документов, которые он должен собрать. Все это проходит до трех месяцев. Пока человек реально может получить. А если это раковые, онкоболины, вы понимаете, что это ситуация. Здесь у нас этот вопрос решается максимум до месяца. Если нужно, мы проводим неочередное заседание совета. Вот о чем идет разговор. Здесь абсолютно никто не претендует, мы или они должны. Вопрос, как максимально сделать ее доступной, чтобы было меньше бюрократии. Поэтому мы примары говорим про эти вещи. Интересует тот факт, что это одна задача, но справедливое принятие решений, это вторая задача, которая беспокоит наших людей. У нас конфликт интересов, это такой вопрос в последнее время. что общественники в нашей комиссии, глава района, он не понимает, он отвечает за весь район. В Молдове конфликт интересов, это, наверное, первый вопрос. Мы говорим про местное сообщество. В состав комиссии входят общественники. Также у нас наши общественники и в той комиссии, и в примарист комиссии. На самом деле, для справедливого принятия решений нужен везде единообразный подход. Я рада, что в примарии Чедерлунга это организовано, и люди довольны. Но сегодня у нас 26 примарей. И сегодня мы, как региональная власть, мы не имеем права говорить, да, мы Чедерлунге не дадим или дадим, потому что у них есть своя комиссия, которая хорошо работает. А вот тем дадим больше, потому что она вообще не работает. У нас 26, и нам не важно, это житель Керитлунги, Русской Киселии, Русской Киселии, неважно, Чешмекёи. Каждый человек, живущий в автономии, должен понимать, что есть справедливое к нему отношение и справедливое принятие решения, независимо от его местонахождения. Когда мы добьемся во всех примариях одинакового уровня, одинаковый уровень доступа к услугам, обработки информации, сбора информации, принятия решений, некоторые примарии до сих пор не приглашают даже врачей на своей комиссии. И мы считаем это неправильно, потому что врач в этом случае может подсказать, что это полностью страховой случай и компания медицинская, она должна 100% погасить по этому случаю, по этому случаю, по этому случаю. То есть, соответственно, каждый говорит свое, чтобы не потратить наши внутренние средства, мы можем привлечь страховой компанию. Знаете, каких сумок мы говорим? От 300 до 2000 леев. Мы говорим о сумках 300-2000 леев. Анатолий Афанасьевич, интересует тот факт, что когда был капитализм, принц, представляй властью, он не был эффективен. Есть на уровне региона? Да. Да, я вас перебиваю. Мы говорим. Это ваша компетенция здесь. Нет, мы говорим. Но получается, элементы капитализма должны быть, которые не разделяя властью, самофинансируя. Во все времена финансовая династрализация сверху вниз, она была больна тем. Мы никогда, высшестоящие органы, не хотели отдавать полномочия. Да, нам сегодня дают полномочия, но финансы забывают давать. Вот эта проблема, она всегда стояла. Особенно по советских странах. Если сегодня в этом вопросе вернуться просто к цифрам, я сейчас не буду комментировать цифры, просто вернуться к цифрам. Фонд поддержки, про который мы сегодня говорим, как я вам сказала, 3 миллиона это гагаусские средства и 5 миллионов, которые привлекаем из Республики Молдовы. Бюджет 2020 года показал, что примарии направили на социальную помощь 21 миллион. Можно спокойно распределить. Равномерно. 20 миллионов лей мы распределяем. 20 миллионов лей это распределяется на материальную помощь в наших 26 примариях. Во всех примариях я сейчас говорю. Мы сейчас с вами говорим про какие-то 3 миллиона. Сегодня каждый примарий, который докажет справедливое отношение к своему заведителю, может распределять. Татьяна Михайловна, относительно выступления Александра Григорьевича о том, что в проекте бюджета есть некоторые статьи, они профинансированы на 100% в сюжете было, а некоторые на 50%, а то и меньше. О каких статьях речь? То есть бюджет не покрывает все статьи полностью или как? Я не знаю, какие именно статьи Александр Григорьевич имел в виду. Хочу вам сказать, что в 2021 году все платежные поручения, которые пришли в казначейство по учреждениям центрального бюджета были в полной мере профинансированы, в полном объеме. То есть все потребности бюджетных учреждений были удовлетворены. Более того, по тем программам, которые финансируются из центрального бюджета, также все суммы, положенные согласно постановлениям, ежемесячным распределениям, все были оплачены. Кроме того, что касается капитальных положений, фонда возмещения контрибуций, мы не перечислили буквально только Турим Примарием, которые не представили акты выполненных работ, а это обязательное условие при перечислении средств. Поэтому по всем программам, по всем, все потребности были удовлетворены. Почему 17 декабря был опубликован только в экспресс-каноне, когда 10-го уже бюджет должен был вступить в силу? Почему у нас так происходит? Временные рамки, они как-то не на неделю, не на месяц, а по полгода. Действительно, из этих рамок мы выбились в прошлом году. Объясню, почему. И в этом тоже выбиваемся уже? И достаточно отрываемся? В этом пока еще нет. Мы проекты еще на следующий пока не запустили. Как правило, мы начинаем вовремя работу над проектом бюджетов. Это примерно август-сентябрь месяц. Работаем очень вплотную. В первую очередь мы ожидаем методические рекомендации, которые разрабатывает Министерство финансов. И в этих методических рекомендациях оговариваются особенности, которые будут действовать на следующий год. Такие рекомендации мы получили, разослали всем нашим местным бюджетом и начали работу непосредственно над проектом. Это была очень скрупулезная и долгая работа. Причем мы готовы были уже выдать проект бюджета и представить его народному собранию. И тут мы получаем информацию из Министерства о том, что очень сильно изменятся суммы, которые будет выделять государство нам в следующем году. Без включения их в проект и с передачи... Они плюсом будут или минус? С плюсом. Более 60 миллионов. Поэтому, не распределив правильно их по бюджетам, которые включены в бюджет Гагрузии, мы посчитали неправильным запустить без него и потом начинать вносить какие-то еще корректировки. Мы дождались. К сожалению, министерство дало это только 24 ноября. Буквально работали, хочу сказать, нон-стоп в управлении. Это были вечера и выходные, и все. И 2 декабря мы смогли уже утвердить проект на заседание исполнительного комитета и оперативно отправить в народному собранию для рассмотрения. И дальше пошла процедура. Мы опубликовали проект, мы провели публичное слушание. В общем, все согласно закону мы исполнили, но, к сожалению... Учитывая тот факт, что когда разрабатывался... По вашему вопросу, если говорить о бюджете, на самом деле проект бюджета на 2022 год имеет ряд проблем. Это проблемы, связанные с... Опередили мой вопрос. Энергетический кризис, тарифы... Да, это как раз связано с тем, что некоторые статьи запланированы на 100%, а некоторые будут иметь еще корректировку в течение всего года. И сегодня эти проблемы, они связаны с энергоносителями, с повышением цены энергоносителей. На самом деле, сегодня не в трансфертах с республиканского бюджета, ни для примарий, ни для детских садов, ни для, соответственно, задержания школ, нигде не отражены тарифы на энергоносители, которые существуют на момент 2022 года. То есть мы в 2022 год пошли с одними тарифами, а в проекте закона о бюджете и в трансфертах, которые нам просчитал Минфин и центральные органы власти, у нас заложены тарифы в три раза меньше. Мы эту проблему еще на уровне принятия бюджета страны подымали. Башка в Гузе подымала ее с коллегами по правительству. Мы... Нас не услышали. В 2022 году уже с января месяц мы каждый год, каждое седание правительства... у нас есть стратегическое планирование, этот форс-мажор тоже наверняка предусмотрен. Стратегическое планирование то, к чему мы стремимся, это более долгосрочные, пятилетние планы, к которым мы идем. В январе месяце Башкан очередной раз поднимает вопрос о ректификации бюджета, потому что наши бюджеты по нашим школам стали показывать колоссальные суммы. К примеру, больница Камрад, если она в январе 2020 года в бюджете, из бюджета больницы платила 200 тысяч за отопление, то в январе 2022 года пришла платежка на 900 тысяч. Это очень большое увеличение, которое не заложено ни в бюджет больницы, ни в бюджет школы, никуда не заложено. Эта проблема постоянно была у нас на устах, мы поднимали абсолютно на всех площадках, но уже, знаете, чем долго говорить, лучше уже сделать. И Башкан Гагузи зарегистрировала ряд инициатив в правительство с тем, чтобы был пересмотр бюджета с точки зрения увеличения этих цифр, потому что мы просчитали наперед, прогноз сделали, что на четвертый месяц по стоите расходов именно по отоплению средств не будет. Аналогичная ситуация и с зарплатами наших педагогов и медиков. В прошлом году декларировали, что медицинским работникам всем подняли заработную плату, но ее подняли вроде бы достаточно на тот момент, но к концу года инфляция съела это повышение заработной платы у медиков. Мы хотим, чтобы медики работали, врачи работали круглосуточно, чтобы нам всегда были улыбчивые, чтобы они всегда реагировали и чтобы все вакансии, которые у нас сегодня есть, а у нас 100 вакансий врачей в Гагаузи, чтобы они все были восполнены, но при этом мы говорим, что повышение заработных плат в 2021 году им хватит, несмотря на то, что инфляция эта съела. И то же самое в сфере педагогики. В сфере педагогики кризис наступил намного раньше. И сегодня 50% педагогических состав в Гагаузи, как и в Республике Молдова, требует обновления, потому что это люди, которые сверх пенсии, дай бог им много здоровья и сил, чтобы они могли дальше работать. И еще это вакантные, которые, вакантные часы, которые перераспределяются на других. Поэтому вторая инициатива, которая предложила Башкан в бюджет 2022 года на уровне Республики, это повышение заработных плат для этих двух категорий, стратегически важных для любого населения любой страны. Неважно, это Молдова, это регион Гагаузи, это Украина, или кто это. Это первоначальные принципы государственной системы и условия жизни для людей. Это образование и медицина. И ряд других еще инициатив было по бюджету 2022 года, которые не нашли свое отражение тех цифров, которые до нас довели. Мы сегодня будем дальше работать, настаивать на пересмотре всех дорассмотрений по процедуре наших инициатив в правительстве. Мы очень хотим услышать мнение правительства на эту тему, потому что в таком бюджетном планировании будет сложно всем. Мы хотели, чтобы присутствовали и наши народные избранники сегодня в обсуждении темы бюджета на 2022 год, но, к сожалению, никто не смог прийти ввиду тех или иных причин. Поэтому мы решили... Мы бы очень хотели, чтобы народное собрание присоединилось к министерству. Мы решили просто их мнение относительно бюджета. Они будут стоять на своей позиции, пока не будут статьи бюджета регламентированы, либо они как-то исправлены, они не примут его, пересмотрены. Татьяна Михайловна, вы знаете. Мы сегодня надеемся очень на то, что народное собрание присоединится к нам в отстаивании наших интересов на уровне Кишинева, тем, чтобы мы получили эти дополнительные средства и таким образом получили бюджетный процесс. Мы очень надеемся. Предлагаю посмотреть сюжет. Что такое бюджет? Это наши доходы и наши расходы. Людям нужно объяснить, людям нужно объяснить всем, что он формируется с наших доходов, с наших налогов. Исполнительная власть ее распределяет и расходует. И тут нужно разобраться, как мы собираем, сколько мы собираем этих доходов и как мы их расходуем. Самый главный вопрос. Александр Горьевич сказал, да, там непонятно. Да на самом деле все в шифрованном виде предоставляется для того, чтобы не разобрались депутаты, чтобы примары не разобрались, чтобы толком никто не разобрался. В этом законе о бюджете предусматриваются расходы не только на содержание чиновничьего аппарата. То, о чем вы только что сказали, чтобы вы таким образом сформировали бюджет, чтобы никто по заработной плате ничего не потерял. Мы хотим конкретно сокращение чиновничьего аппарата. Какие предложения на сей счет имеются? Другой альтернативы, чтобы вы понимали, не будет. Мы четко стоим на своих позициях и мы привнесем свои изменения в этой части. Мы приглашали депутатов, но, к сожалению, никто не смог прийти и участвовать в нашей программе. Анатолий Афанасьевич, Я не умоляю достоинства медика-педагогов. Сегодня дворник, который работает на улице, он получает зарплату 10 тысяч лет. Сотрудник примарии получает в среднем 4 тысячи лет зарплату. Чтобы вы понимали, мы не должны говорить не только про зарплаты педагогов и медиков, мы должны говорить в целом про зарплаты, но тут же мы должны говорить, а где взять деньги? У нас инфляция уже на уровне 15%. Это так, неофициально, а неизвестно к концу года. Поэтому здесь мы должны говорить о тех средствах, которые мы имеем. Вот здесь 287 миллионов. Те трансферты, они зависят от нас косвенно. Так же, как бюджеты примарии. Есть наши собственные налоги, получаем с Кишнева проходят через управление финансов. Поэтому сегодня надо искать, надо привлекать инвестиции, надо развивать экономику. И когда бюджет, мы говорим, только социально ориентированный, мы никогда не сможем пойти вперед. Нам нужно активно работать с грантами, привлекать средства доноров, чтобы у нас один лей, который вложили с фонда возобещения и контрибуции, чтобы он принес еще 4 лея. Чем мы, в принципе, сегодня активно занимаемся? Я считаю, что этим должны заниматься все структуры, независимые. И они, конечно, должны иметь соответствующую компетенцию на это. Тогда у нас бюджет будет увеличиваться не только за счет трансфертов, но и за счет доли собственных доходов. Татьяна Михайловна, видели, как Георгий Георгиевич высказал мнение, что они привнесут изменения в статье законопроекта о бюджете. А какая компетенция в привнесениях, как это будет обсуждаться? Это обсуждается вообще, изменения в профильных комиссиях? Правление финансов участвует в этом? Ну, пока такого обсуждения в профильной комиссии не было. Мы присутствовали на совещании, буду так говорить, наверное, по обсуждению проекта бюджета. Вот то, что мы видели сейчас на экране. Подробных таких обсуждений не было. Бюджет свернут как и положено, согласно действующей структуры, действующего наличия бюджетных учреждений штатного персонала. И каких-то изменений кардинальных не может претерпеть, потому что структура есть такая, какая она есть. Но, возможно, реформы какие-то возможно обсуждать. Но это опять-таки надо совместно. Олеся Федоровна, как будут трансферты в социальные направления, в экономические, в деловые? Как это все будет происходить ввиду того, что нету бюджета пока на основе временного? Чего ждать людям? Могу сказать, что все будет хорошо и все будем жить и будем улучшать нашу жизнь каждый день к лучшему. Каждый год в период принятия бюджета есть такие накалы в обществе. Каждый год исполнительный комитет, неважно под руководством чьим, это было 10 лет назад, 15 лет назад, и сейчас в нашу бытность каждый исполнительный комитет предлагает свое видение стратегического планирования. Сегодня Ирина Федоровна исполнительный комитет доказала, что то стратегическое планирование, которое предлагали последние 5 лет, оно каждый день улучшало нашу жизнь. У нас появились новые объекты, у нас появились новые программы, у нас появились новые возможности. Нам хочется еще больше, чем у нас появилось, но для этого нужно работать. И наше мнение изложено сегодня в проекте закона о бюджете, как мы это видим, чтобы мы могли и привлекать средства, и помогать нашим людям, и взвешенно управлять нашей автономией дальше. Вот наша главная задача именно в этом. Я уверена, что все будет хорошо, политика она проходит, остаются всегда в головах только рациональные мысли. Я уверена, что и депутатский корпус придет к рациональным идеям, и вместе с нами, вместе с примархиным корпусом запустим рабочие группы, запустим определенные реформы, в которых нуждается в ГГУЗе. Но в рамках бюджетного процесса это никогда не делалось. Бюджет, он отражает ту ситуацию, которая есть на момент принятия этого бюджета или на момент разработки. Возможно, сегодня какие-то структуры власти в ГГУЗе нуждаются в реформировании. Молдова 15 лет обсуждает укропнение примарий. Правильно это или неправильно? У каждого свое мнение. У меня есть свое, у Анатолия Фанасьевича есть свое, в Чемишлийском районе есть свое мнение. 15 лет не могут прийти к никакому решению. А мы в рамках закона о бюджете ГГУЗе на 22-й год пытаемся решить, кому жить, кому не жить, кому быть, кому не быть. Это неправильные вещи. Такие глобальные реформы, они делаются в период между принятиями бюджета, а не в период принятия бюджета. Потому что в период принятия бюджета можно ломать таких дров, что одним создаешь условия для коррупции необдуманными решениями, когда выделишь необоснованные суммы, а у других заберешь и не оставишь возможности жить. Эти процессы не должны происходить в нашем гагаузском обществе. Мы должны показать пример того, как все вместе должны работать в период между принятиями бюджетами, как и нужно работать в период между избирательными кампаниями. Нужно постоянно работать и проявлять здравомыслие и объединение. Наши споры в ГГУЗе о первичности, знаете, философские споры о черном и белом, о добре и зле, о первичном яйце или курице, оно приводит к тому, что мы отвлекаемся от глобальных проблем. По какой земле эта курица ходит, зло, у нас есть другие задачи, у нас есть Республика Молдова, у нас есть трансфер из Республики Молдова, у нас есть доноры, у нас есть инвесторы, и у нас есть те условия, под которые вернется наша молодежь обратно домой. Вот над этим нужно спорить и предлагать новые идеи в бюджет и обсуждать в проекте бюджета на 22-й год идеи для бюджета, а не том, исполком красивый или некрасивый. Он туда посмотрел или он сюда посмотрел? Исполком куда посмотрел, он туда посмотрел, он предложил видение свое стратегическое. Вот хочется, чтобы все в этой власти предлагали конкретные предложения. Что нужно изменить конкретно в 5-й статье, в 10-й, в 45-й и как это изменение улучшит жизнь в нашей автономии. Вот что самое главное. Ждем от вас, от всех компромисса, компромиссных решений, консенсуса и, естественно, соблюдения процесса принятия решений. Если его соблюдать, то все легко и просто. И обсуждение на профильных комиссиях, а уже когда заседание идет, просто принятие. С привлечением пригласка корпуса. С привлечением местных органов публичного управления. Чтобы это было максимально транспарентно. Благодарю вас за участие и интересную дискуссию. До встречи на канале ГРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова